Приятный подарок под Новый год и безграничная благодарность. 50 дагестанцев получили различные награды из рук главы региона Сергея Меликова. Ордена, медали, почетные грамоты и благодарности. Среди тех, кого отметили участники спецоперации, учителя, врачи, фермеры, художники и спортсмены. Джамиля Мутаева о тех, кто внес большой вклад в развитие региона и страны в целом. Около 50 дагестанцев удостоены различных госнаград. Ордена, почета, медали, задоблестный труд, присвоенные и почетные звания. Высшую награду региона Сергей Меликов вручил Тимирлану Абуталимову. Гвардии лейтенант, восьмой герой России из нашей республики. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он награжден орденом за заслуги перед республикой Дагестан. Весь народ Дагестана тоже благодарю. Это заслуга не только моя, а моей матери и всей республики. Уходящий год был не лёгким. Наши военнослужащие, добровольцы продолжают сражаться за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии, мир и безопасность для России были надёжно обеспечены. Многие наши земляки встретят Новый год на боевых позициях, вдали от своих родных. Но все наши мысли и чувства сегодня с ними. Начальник штаба мотострелкового батальона Арсен Аседов также удостоен ордена за заслуги перед республикой. Он с первых дней участвует в спецоперации. За это время уже получил четыре награды и сейчас представлен к пятой. К сожалению, не всем суждено вернуться в наши памяти. Всегда будут жить имена героев, отдавших жизнь ради свободы и независимости родов. Одним из них является майор, командир группы специального назначения, обладатель исключительного знака отличия крапового берета, Примов Руслан Джамалдинович, героически погибший при выполнении вольского долга. Руслан Примов оказывал помощь раненым после ракетного удара в ССУ, а после, услышав новый взрыв, накрыл своим телом раненого от осколков, тем самым сохранив жизнь товарищей ценой своей собственной. Глава Дагестана передал орден мужества семье погибшего. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности благодарственное письмо от президента России вручили председателю дагестанского отделения Союза женщин. У нас еще больше прибавляется чувство патриотизма и хочется творить, сделать все для того, чтобы наши мамы не страдали, чтобы наши ребята вернулись с тобой здоровыми и живыми. И в наступающем новом году, конечно, хочу пожелать мира нам всем. Голубого неба над голубой. Военнослужащие, спортсмены, художники, наставники, врачи, педагоги и фермеры. Госнаграды и благодарности получили все те, кто трудятся на благо страны и вносят свой вклад в развитие республики. Джамиля Мутаева, Махарбека Мариев, Рамазан Амаров и Субгази Амаров. Время новостей.